внимание шопифай забанили тамп ларочку то это же если что стони банк на там плаке не играет вот это значит сторону да не такой аргумент для нее на центральную линию оказывается правильно понимаю да но уж тормой интересный нюанс что когда он включает любую то есть пассивку свою то он стычки на но 22 2 фракшена и поэтому там пларка такое знаешь там это не аргумент особенно учитывая что против тебя еще лекан дизраптор который тебя спал полкарты может там тебя глимсануть и ты никуда не денешься непонятно но слушай может быть просто самых сильных персонажей убирают несмотря на то как они заходят в драфт я думаю вот поэтому и сейчас должен появиться герои для крита я думаю милишник стан они сегодня против все я просто этот против забыл что против него он дайанг сейчас по игре и возможно они станут так как им удобно потому что у них анда против них андайн клок это 2 милишника на линии которые один который прямо уничтожают до милишников второй который кстати тоже милишников уничтожают от вообще уничтожителей милишников наверно поэтому ребята и решили ну играть без такого жестко ромящего персонажа прям жестко ромящего который сам определяет и сыграть просто подаби да ну да не герой да не герой ну пока мне все еще комфортен пак реально ну от чего здесь нельзя увернуться. Только если тебе на лицо прям поставится ульт дезраптора. Все. От остального пак уворачивается. Полностью согласен. Шторм, ну, там очень сложно не среагировать на то, как шторм летит. Особенно до 18-го левела там такая скорость полета, что, я не знаю, можно зевнуть три раза. Вот. Еще почесать ногу, в принципе, и потом нажать shift, и ты точно задоджишь. Вот. И... Ну, у Дэнди. Может, Праймал Бистаза хочет пикнуть. Ну, просто, типа, подкачаться против шторма, а потом там на Ликана наезжать. Просто ватный пик очень сверху. То есть, да, эти суппорты сильные, но после десятой минуты эти суппорты скорее в геометрической прогрессии теряют силу, если они не душат очень сильно, там, я не знаю, 10, ну, 6 тысяч. Я представляю, как Ликан Труп просто прожимает форму из Холма Фаверлорд, бежит. Одну тычку с крипами на Клокверка, одну тычку с крипами на Котла. Андайник успеет подключить ультимейт, ему потребуется примерно 2 тычки. Ну, вот как-то так это будет работать. Да, здесь для Ликана, если что, ультрафри, и тут еще появляется дровка, которая в Ликана... Ну, то есть, объясню. Андайник дровка это линия, ну, то есть, которая, если вы равны по скилу, то да, то вы выносите эту линию. Но, во-первых, тут не очень равность по скилу, вот, именно на этой линии, да, именно вот игроков, кто будет играть. Ну, скорее, это даже будет Клокверк дровка, да, мы же знаем, что Андайником Котлом играли парой этот Фаникс с Томаненом. И получается, что это Клок дровка против Ликана, ну, и Мираны, допустим, или Ликана Дизраптора. Это уже не важно. Сейчас Коров, кстати, банить надо для бейт обязательно. Важных коров, которые до дровки достают, возможно, надо спектру подбанить. Точнее, нет, обязательно надо подбанить спектру, потому что тут она просто идеально вырезает и котла, и дровку, и вообще против этих суппортов это просто булочки для нее. Самые такие сладенькие булочки. Я просто, ну, у нас же, если я все правильно понимаю, остается мидер. И нет такого мидера, который бы не подпускал Ликантропа к Траксе. Ну, я, ну, может, это Марс-центр какой-то, но, опять же, Ликантроп прожимает БКБ и все равно добегает. Праймл Бист только. Вот я же говорю, только Праймл Бист, я считаю. Ну, то есть, вот, наверное, единственный герой, который реально может остановить, плюс он еще, когда, ну, ультимейт нажимает, он прям растресывает все рядом. Решили, что это Тинни будет или Дрэгон Найт. Вот с Дрэгон Найтом я еще плюс-минус согласен, но насчет Тинни, конечно, настолько вата в пике просто. Да, то есть Тинни действительно, профессора вещают, что Тинни против Шторма стоит. Условно, 55 на 45, он забирает у него каждую руну, забанил ластилеры и БСа. Но это, это спектра должна быть, я не знаю. Ну, это легкий матчап. Андайнк с котлом уже стояли такую линию, мы с тобой это видели, и там просто ничего не получилось сделать спектре, а спектра на дистанции просто это все заобнило. Плюс прыжок есть, продлить есть, инвиз стратегический есть, ликаны формы, бафы все есть. Ну, не знаю. Артизий, если не сегодня спектра, то никогда. Мы, значит, на мажоре ее не увидим. Ну, вообще, если нет, то... Ну, спектра как будто бы здесь прям... Ты посмотри на этих... Прям идеально сюда ложится. Так вот, да, по поводу дровки Андайнга, да, и вот представь, что мы выиграем линию, но ликан против дровки очень хорош. Очень хорош. Он набегает на нее с умонами, может даже самому не бежать, сам может вообще сесть на Андайнга, которого закусает сам там. Вот, плюс Хауль очень жесткий против дровки. У нее же белый урон, да, и лоблости, да, даже если ты к ней вплотную антимаг. Но он тоже прыгает в дровке вплотную. Тоже прыгает, да, согласен. То есть тоже прыгает, решили... Не знаю, почему Артизий намного хуже, потому что спектра это стамина, а тут получается на антимаге он рассчитывает на то, что он будет, типа, фришно против котла стоять и против Андайнга. Но вообще, да, слушай, наверное, на линии антимаг сильнее спектры, да, вот против котла Андайнга. Вот. Он реально может выпалить и ману под Глимс. Я думаю, что Дизраптор все-таки пойдет. Мирана пойдет спейсить Ликану. И вот прям, знаешь, под Глимс просто всю ману своровать. Вот, условно, у Андайнга. И что он делать будет? Ну, то есть, понятно, что его будут заливать. Я вот прям чувствовал после бана Блотсикера, что это Даня. Ну, не зря же он тренился, да? Ребята, не зря. Ребята, наконец-то пришло время, и я могу сказать действительно, что это не зря Даня. Вот. По секрету всему свету. Сыграл просто там чуть ли не 8 пабликов подряд на Пангалере, и то ли еще будет, я не смотрел там дальше. А сколько он из них выиграл? Ну, там 50 на 50 винрейт был. Ну, плохо у него получалось. Но, слушай, ну это же не важно. Главное, что тренировал, и думаю, на КВшках он тоже это использовал. И, кстати, если что, Пангалер против шторма. Обычно Пангалер, когда пикается, шторма банит. А тут еще Абит на шторме. Ну, то есть, это профессор на шторме. На самом деле Дэнди будет не сладко, вот. По ощущениям. Тяжелая игра будет у Бэйт. Очень такой тончайший пик против таких дэмэдж-дилеров, которые находятся снизу. И непонятно, когда ты сильнее. То есть, понятно, что дровка, если на секунду задезейблить прям жестко антимага, допустим, хукшот плюс оттолкнуть. Сейва нет, да. То есть, в пике Shopify нет сейва. Это единственное, наверное, чего нет. Рош-потенциал есть. Пуш-потенциал есть, да. То есть, фармить есть, отпушивать линии есть. Тимфайт какой-то плюс-минус им присутствует с помощью дизраптора и шторма. Но вот не от сейва. И если напасть с клоком на АЭМа, толкнуть его еще дополнительно когами, то есть шанс дровкой убить его. стонбанк лучше игрок все побегает от рашан чека лекан 46 вот это реально грозно сейчас выглядит если что от соберла это 19 или к чуть ли не 70 процентов почти 65 наверно и ребята смоки на смоки поехала пойдут я думаю что для бейт здесь во первых бейт проигрывают или выигрывают для них по большому счету не очень важно потому что они в любом случае остаются в дивизионе и никуда из него не вылетают это уже точно ну на тысячу там знаешь там вроде в dpc да там на тысячу разница ну по призовым да ты скажем ой крит заходит прямо в лоб просто ну смотри что происходит крит спалился бежать как же повезло я не знаю ну вот знаешь вот это вот и говорят что в доте мало везения но она есть она принципе во всем есть разворжена сюда давай коэффициентики быстро глянем 7 с половиной на бейт 105 на шпифа ребеллен это коэффициенты на первую карту от б 2 прошу любить и жаловать а извините 8 с половиной на 8 с половиной и 105 сейчас изменилось немножечко наверно по драфту решили проанализировать немножко увидели артизи на антимагии и обеда на шторме и еще и на ликане соберлайта и подумали тяжелая тяжелая к . предстоит ребятам и кстати обрати внимание как же я прочитал фаник на тройке андаринги астамонен четверка котел поменялись поменялись этого раза руну отжали здесь уладен все таки не смог рума забрать по итоги 2 2 до его гримса 0 и немножко пробил крит его но хороший герой конечно да и кстати дизайнер дизраптор оффлайн идет мирана пойдет спасить против андаринга котла дизраптор с блайдстоном и причем если что у него неплохо получалось настреливать я так посмотрел по клоку а клок как раз таки свою очередь ring of protection купил ну то есть понял аутплейт хотя какая стоит но все равно минус 2 армора как ни крути там довольно смачно пробили fly некомфортно разменивается с котлом вот по дабл дикей стали видно что на одном и на втором висит дикей это значит что один дабл дикей пропустила команду шапивай ребели он а это вначале прям очень решает этот fly 100 хп еще и вард кстати только что да ты хороший вард стоит у стамонена вот и показывает как fly подходит если что кстати а нет он не может умереть потому что волны то нет есть только чакра вот который он перезаряжает вани команду но слушай вот прошлый раз у их стратегии что было фаник на котле пришел на линию да и качался до качи качался но заливал ману своей четверки а теперь наоборот фаник качается и ему мана четверка заливает еще и стаки на котле можно делать представляешь вот это намного лучше это получается команда эволюционирует команда развивается и не стоит на месте разве это не идеально это хорошо это очень хорошо и это если что не шутка чтобы зрители понимали меня сейчас он моль сарказма это правда серьезно вот у дэнди что-то не получается возможно не получается из-за компьютера возможно из-за того что профессор пришел на шторме и уже лаги в глазах у них какие-то проблемы действительно с буткемпом присутствуют насколько я знаю ребята в мексике находится сейчас и вот на первую свою игру они или на вторую они опаздывали потому что у них этому свет везде повырубали и они вынуждены были ехать в компьютерный клуб для того чтобы там поиграть вот но то есть есть какие-то у них именно вот технического характера проблемы это конечно помимо всего прочего еще немножко из колеи выбивает в игровом плане потому что ты хочешь вот присесть настроить себе креслица там мониторчик поправить девайсы свои вот расположить как тебе удобность настроиться и хорошо начать играть просто вот сесть и команды начать играть а тут тебя где-то что-то подлагивает какие-то спайки что вылетел кто-то ну и как-то немножко начинает раздражать и чуть-чуть похуже ты начинаешь себя и в игре в том числе проявлять я скажу так многие киберспортсмены 1 2 дивизион неважно да то есть они очень такие жесткие привереды и это правда то что ты рассказываешь сейчас это вот это чистая правда если что это то чего но то чем отличается наверное киберспорт от спорта да вот наверное вот этой жилкой что вот спортсмен да он да он конечно где-то как творческая личность тоже конечно хочет и у там и удобства и все остальное я все понимаю но слушай но надо уметь выживать любых условиях а потом оправдываться что а там мышка залагала там у меня что-то не так проблемы какие-то там да то есть ну там холодно стало руки там знаешь мокрые там ну короче разные вот эти вот объяснения вот да это все звучит как оправдание почему ты плохо почему ты плохо сыграл компьютер лагает артизи пишет reason причем капсом и reason они просто так пишут ты же должен понимать почему они так пишут знаешь почему потому что анека сегодня в лобби нет ну то есть они бы так себя не вели то есть тут бы было такое знаешь такое тихо такое перекати поле чисто это сразу две минуты пенальт с первого левела на базу артизи артизи тебя очень плохо видно на вебке качество сделает 3000 на 5000 ну иначе ну будут проблемы у тебя сейчас у нас дисквал кстати если что шанс есть у клокверка очень сильно просесть в боте я так посмотрел если вы переключишь там ну климс есть и пробивают его прям вот вдвоем ребята пингуют разворачиваются у нас ладен боится глимса неплохо разворачивается дропу сейчас эти глимса нут пару тычек еще может прилететь у него нет фейрика еще до тычка и 24 хп как жестокий сони банк конечно я тебе говорю вот он ну вот 50 хп у него было и он все равно крипов продолжал двигать при страшных эрик и ничего нести как просто белка ну а как хочется она да ты кэри крит интересно калитку возьмет или все-таки попробовать under strike и за всю ману там оформить ферзблата какой-нибудь условно дровки хотя тут подлика надо хочется наверно калитку взять мы панкингуют на стоне на крита это перзлат на дробке тут никуда не уйти но он пытался пытался разменять и крита возможно даже ракету взял ну чтобы добрать бежит нормально ну как так а если бы дизраптор понимал что воспитывали чуть чуть меньше и нажал пласку на единственный хит который дал бы клок там бы и выжил но правда наверное думаю что это ему невыгодно да они убили кора но я считаю что он не сделал это специально дата чтобы ему хочется с ресурсами гонуться есть и оправдание и ресурсы верно верно как он тимага дела вот вот прям очень важно ландайк пока ну он дайк конечно на старте под котлом я не знаю тачит какой-то ну то есть стоять и конечно одно удовольствие ребята думали что просто по старинке да ну как по стримке как прошлый раз будет они не так как прошлый раз и не надо никакому котлу фармить еще котлу можно делать стаки я не знаю почему кстати еще ни один не сделан но надеемся стоманин вспомнит об этом ну вообще антимагу пока прям некомфортно смотришь у него и крипов не супер много у него и здоровье что-то как-то не навалом и бьют его постоянно пошел кстати стоманин куда зачем ладно так я а тебе представь что он бы сейчас встретил курьера антимага с кольцом вот она бежит вот прям бежит а сейчас вот к нему в лапы вот просто да это было бы конечно вот это же был ну да я там я не интересно вот для чего он шел вот и вот хотелось бы он сейчас прям завернет направо он не знает просто об этом я думаю что он так знаешь прогулялся налегке купил хедреску кстати рост и просто легкая прогулка по лесу да ну слушай иногда нужно выбираться на природу в конце концов все верно да не сидеть за этим компьютером так у нас нападение вот наконец-то я это увидел ну наконец-то я это увидел яга рассказывал какая же имба быть ну и делать не внезапный мог когда ты с и зелени воруешь пачку у харды никто этого не делал вот у меня это было в голове я это еще пару раз использовал и тут ребята сделать так ладина забирает свою очередь ади завтра так будет ли собирать разменивать в общем это нормально нормально переключается не дров кдф и дров кдф и тут не даст но улика на фрифарм это наверное самое главное чего хочет дизраптор он все равно опять сейчас рестница опять вернется наверно даже за рефилит ботал в миде я не эксперт но артизи же пропускает пачку крипов нет то что сейчас делает конечно пропускает я думал он подруг ну я думал он ну сразу их поведет понял к этот нук ты база т1 разбить хочет но разбить не получилось судя по всему я ему разбивать нельзя потому что это товар слишком много дома же там знаешь диапазон атаки такое что ты на ими можешь ни одного крипа не добить но очень тяжело по т2 пока есть это не делай делаешь не каждый день мирана у нас 5 минус and dying не пощадил с ботинком и по и сейчас будут но вот это выглядит хотя бы как живая вот живая схема под тир вышкой что-то там забыл что в центре давай посмотрим в центре есть некоторая доминация вот шторм спирита шторма 6 пока еще не получил моды откидываются откидываются и не в таверну первыми спалами флайт пришел за рефилил бутылочку на топе мы видим что идет уничтожение антимага антимага кстати 5 секунд до следующего прыжка получится ли с ним как-то справиться стаманин находит его здесь 1 прыжок плохой прыжок это можно еще один и тысячу и тысячку и тысячку замедлили 543 до свидания не долетели вот значит если бы умер курьеры и долетели бы фэйзы было бы все в порядке а вот они не долетели это очень грустно потому что свои заме представляешь какая ему грудь ну вот правда даньк со 100 . бежит на тебя с ты со своему спидом 440 набегает просто и дает тебе две но две тысячи маленькие все грустно дэнди везет на руну шторм прыгает на фулмана забирает руну наглец и еще и зафорсил на ультимейт как же это сильно получилось но не прогадал если бы да если бы дэнди не пожадничал и свэшбакал например и стану на руну но он наверное не ожидал настолько большой наглости от противника обед пытается ладина забрать тут ну как-то тяжеловато выходит у него маны мало но есть хаста и забирают пока и выбегают отсюда надо собирать этих всех при попадать я думаю обед не будет у него воровать кстати через два нуля стартанул у нас шторм как старые добрые вот обычно такое не делать нам потери в плейд она так спит много агрессии от фаника под этим котлом в прошлый раз тоже так хотелось но просто ну на котлеты ты такую агрессию проявить не можешь как андаринги в этом его и вот его важная особенность астаманин как раз таки суппорт с хидрис очка и сзади но я уже отмечал эту и иной идея ну как идеальность этой линии во всяком случае я не говорю комбинации по игре на линии точные поэтому одобряю и будет сабля кстати после вот это вот это я доверяю вот это контролем своего оппонента волком собирает там без шансов договори в центре далее ну наглеет мне кажется прошли просто обиду пойдешь на базу скорее всего нет и еще и вард сбивает меди да не хорош этот как это старожила центрального коридора все четко разбил он пачку в миде развил в арт сейчас арканы придут на меня будут всегда ресурсы чтобы ответить посмотрим как его куда не получится исполнить на фанга знаем мы что на панга он не гранд мастер скажем так и посмотрим может ли да то есть вот как раз старичок быстро обучиться персонажу и на нем хорошо сыграть так за нужно и летит обид да как же как он это делает вновь удалось причем от двух персонажей и он смог сделать в боте вынуждена улетать отсюда тракса страшные там было 5 левел тракса фаника гнобят фаник на стиках может что-то получится сделать нет фаник возможно будет здесь и стики на развороте неплохо дикей не хватает а вот сейчас хватает по двоим хорошо ну слушайте фаник откидался фаник откидался а вы же дорогие друзья можете получить 100 процентный бонус на первый депозит от бэд бум сделать это можно пройдя на бань пройдя под трансляцию клацнув на баннер и собственно зарегистрировавшись по промокоду dpc так что пользуйтесь лекан зафорсил если что только что ну лекан нажал форму да его зафорсили на форму но зафорсил тп пангалеры пангалер дофит боте пока шторм просто выгоняет дровку пятого левела не дает и нормально подкачаться и уже крит здесь я думаю что не банк минус давай как жир выходит так его сейчас будет привязывать шторм он даже не видит не видит походу что-то нет видит на что он сделает ну да у нее нет сайлент я просто думал что он хотя бы отреагирует на то что происходит но тут уже некуда реагировать и забирают вышку очень хорошо перечим перемещается шапивай короче по поводу ошибки вот этой вот мы помним мы с тобой уже не одну игру комментировали в которой люди брали плохого героя по игре но хорошего героя на линию и вот происходило вот это что происходит сейчас таком игру 30 в миде клок минус и в итоге получается что ты линию проиграл а концептуально твой герой но хотя бы лайстилер на который появился он хотя бы концептуально можешь ли к нам что-то сделать а ну опять же выиграть линию тоже в приоритете но хотя бы концептуально у него есть возможность как-то убивать крипа а вот что делает дровка противника ну вот представь что другая простояла ровно или проиграла линию лекану что делать фармить фармит лес и потом видеть как этот так ничего типа не посмотри в топе три тычки по флайу ты это четыре тычки если что по флайу было но фаник погибнет фаник погибнет здесь слишком много людей в 4 играют да и они оставляют пространство для того чтобы другие линии фармили но в бот ты против фаликантропа попармить не придешь ну как бы ну не придешь это сделать ну банка через теоретически теоретически с джавелином мог бы да но джавелина здесь не будет все покупают сми до диффуза молнии не предвидится вот ну и плюс это данька данька точно будет играть по гайдам которым играют все не понял но я имею ввиду что сейчас я пытаюсь пояснить что ну то есть если герой новый и тебе нужно на нем научиться играть я думаю что ты не будешь придумывать ну на него что-то ну прям новое за 6 за сыгранных 10 игр вообще допустим допустим ты оправдался но конечно когда сегодня без штрафа после чего будьте аккуратны все понял хорошо так точно а ну то есть этот как это забыл слова когда условно нет не условно как это когда тебя останавливает теперь предупреждение все выписали предупреждение так на топе я должна падать вышка стоит здесь там вас стоит здесь катапульта стоит здесь фаник попивай не хотят они хотят да не надо закрыть дали на закрытие нападения данью это точно закрывай закрывашка крит уже еще в идеально самый последний тайминг как точно данька минус у нас будет и всех остальных можно просто разгонять и если что фаник отсюда мне кажется никуда уже не день или только общество парик красивый топориком прорежется нет антимаг знает куда ты будешь бежать он чувствует тебя и находит и от уже не опыта не деться но тут не очень со всех со всех сторон обступили на хулиганы зрение лишают но и боти еще и стоманин то что проседает довольно жестко но он кажется да он размансил и крипы запутались так сама не насчет дерево и так крипы еще волна хилит жить волк остался без обеда толпою гасят даже льва вот и и данью и фаника забрали вот просто просто толпой шапи файл отыграют команда видно конечно немножко немножко повышал уровнем вот а может быть и много побыстрее просто играют как минимум быстрее играет отвечаю да то есть вот фаник допустим зашел за товар и сразу же готова реакция да то есть уже с пошла информация мол они забьют забегают забегает он даем хелп 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 шторм но заранее причем это все происходит и конечно же сразу же идет реакция аналика на такой реакции не было хотя шанс был его убить у нее шлем будет на 14 минуте второй мы иногда видим что вы там у ребят арканы да на 12 минуте и маленький этот хелма файрон вилл а тут человеку уже второй домик будет лог нападает у нас на флая но у него есть еще один лип то еще один с еще одним липом к локверку ничего не сделать что в центре у дэнди довольно скоро будут диффуза но пока этого артефакта еще нет сложновато плюс ко всему его поймают и уничтожат вот пангольер против дизраптора не может сделать абсолютно ничего до шарда до шарда да да шарда действительно ничего не может сделать и просто знаешь какая проблема шарт не предвидится потому что на газету на диффузол надо да еще 800 золота а еще после этого надо 1400 а еще и даггер нужен ну потому что ты же когда-то инициировать все таки захочешь на пангольере кстати если что клок очень мешает пангольеру нормально играть в доту поэтому если что это тоже еще как одна контра в своей же команде вот поэтому тоже ну это коги коги короче очень мешают когда ты катаешься где-то не туда не так поставлены то можно на них тоже потерять много времени и лишние станы так ладин у нас скрывает то по дизраптору кстати что это 4 4 батарейка дамажит еще чуть-чуть крипа криту стики 8 стиков есть надо грим сануть его хоть как-то так можно ну сможет ли к 1 3 ладину на характере он пытался он пытался там 80 здоровья а я в это время таксус или в центре неожиданно лекан лекан съел неожиданно траксу и дэнди просто раскатывается чтобы не умереть меня пока говорится понимаешь просто что вот я смотрю сейчас на пик и слева просто 5 суппортов вот знаешь что нечем камбэкать ну вот просто 5 андань кота мини-суппорт да ну то есть он накаченный но он все равно если мы не дают бить он мини-суппорт против ауру вот такого лекана он все равно умирает за одну не знаю за 4 тычки как бы он не хотел но ты вот кстати врать их посмотри бил тратик он в радик поставил на андаги ночи если что это единственное что может как-то повлиять на игру бегут сейчас в рашпит у нас команда бейт смогут ли как-то ответить так волна туда залетает ну тамбу конечно бью что рошана отдадут или что ну а давайте дэмэдж пара можно миранку попробовать заходят сами на рошана аббит здесь минус мирана можно попробовать еще или контропа минус лекан троп даблкил плюс рошан сюда камбэчная причем очень легко получилось потому что улика на не было формы командам не было готова антимаг был в боте понимаешь на сантимаг вообще не собер не собирался вообще никак посетить то заведение а шторм понимал что у оппонента есть все то есть грубо говоря вот он дайк на момент того как он ставит форму нажимает форму и ставит тамбу ну у него есть потенциал да то есть какой-то да опять же если на него не нападают первым а вот когда вот он зашел вот такой вот раскастовал все и пошел в рошана это было нам ну прям плюс большой ну суши ну хоть фаник хоть кто-то и у него почти кстати ночи через 1200 у него будет радианс если что у фаника будет радик может он закерировать решил эту катку ну ну просто под затащить немножко к своей команде как надо делать и если если у остальных не получается то ты должен сам брать все в свои руки и пытаться что-то сделать получится ли у него посмотрим что говорят нам об этом коэффициенты они говорят что 11 на бейт и 1 0 2 на шипе фай ребеллин то есть ты представляешь ты забрала егис камбэкнул драку и я подаю а в тебя не просто не верят никаким образом ну слушай но это конечно же макро игра тут шторм антимак ликан понятное дело что ребята могут не файтится хоть целую игру они могут кайтить бегать еще кая саша сейчас появляется у шторма тут его попробуй за дизейвли ну потому что клок будет отрываться да что давайте возможно не успеете боги так сразу же смог и ревелит у нас ладин свой что-то и перепугался наверное да немножечко у нас олег и поэтому уж от просто сквозь всех героев нажал за форму нам было сложно промазать но получилось но перепугался я думаю потому что ну знаешь и тут не знаешь когда ты внезапно просто четырех героев из темноты видишь но есть такое может такое произойти точнее не забываем кстати что несмотря на то что 11 можно сделать из этого практически 22 можно сделать это получив стопроцентный бонус на первый депозит для этого клацаем на баннер под трансляции регистрируемся промокоду dpc и лутаем айда регистрируемся так и по итогу что у нас имеется андань ставит там был в двойке и будет фармить свой рейтинг кстати да от пух он пытается и то и фармить одновременно котл будет подбивать видимо крипов эти интересно будет ли обузить эту штуку стоманин чтобы однажать атаку а он подходит плотно вот он не шарик с этим блин папаника влетают на фул под дракона просто и минус внутри древний дракон просто посмотри на него он просто 210 демаджи это просто гигачат на 17 минуте вот и он просто один под влет шторма просто с дизайблом ну просто уничтожил фаника но у него правда мало армора просто вот этики и все дайка отдала егис просто коллекат ну как на него вышел дизраптор его бил димак все вот то есть бесплатно можно сказать да то есть почти давай так главное что дани не умер а у него уже скоро шарт ну то есть не умер смысле ну ты понял короче а егис есть а егис так и его счет могут им цануть или нет нет не могут клуб вверх рядом в принципе вся команда практически рядом поэтому а вот когда мы увидим что дизрапторы вот просто вот мне интересно что дизрапторы будут управлять курьером прятать его в такие точки но в которых их обычной ну не знаешь нельзя сбить и потом будут выводить тогда когда гонится за каким-то героем чтобы глимсовать но это слишком жестко но тебе вот не звучит это как next level ты не скажу но это звучит и поэтому это слишком жестко так может быть на им тему что похоже увидим так глимс дэнди выпрыгивает еще одну механику после этого расскажу да тут действительно товар забирают у нас команда бейт джинайте пытался fly но все оставьте все были безинициативны скажем так в этот момент бейт не ты ни одной тычки по тавру не дали и крипы до кушали этот товар что антимага но участвует еще до манты да тяжело его будет здесь от контрить хотя принципе пангольер в такой фазе полх и полманы у него вырезает да с помощью сашбакла может есть шанс какой-то убивать так на паник прыгает у нас глима да ну нету был же фаник как так получилось на русском выглядит просто ну так же хорошо качался такой fight хорошие приняли 3000 преимущества оставалось всего лишь у шаппи фай и сразу внезапно 9 вот я на секунду просто протер глаза и 9000 это как его вернули я не понял кого вернули до панга вернули у него же у него был рулап он свернулся видимо он может клацнул может отменил в последней возможно да возможно он отменил до того как до конца сработал глик я наука здесь бессильно раньше просто еще аганим шард давал диспел да то есть мы сейчас он не спал не дает но у него может быть время прошло ты сам же 275 дается чтобы в роллапе посидеть может быть он неправильное время выбрал я не знаю ну то есть он кстати да забыл сказать дэнди так ладно подожди нападение у нас топе я посмотрю как ладина убьют вместе с тони банком и так и происходит ну быстро быстрее играть просто шаппи по 11 так вот короче возможно знаешь из-за чего все произошло у пангальера теперь роллап он же не дисплейли то что на нем висит а на нем скорее всего висел этот thunder strike и он понимал что ну и когда он нажал роллап стандер strike остался на нем висеть и получается что он бы никуда не уходил все равно куда бы он не отпрыгнул не сделал бы так надо нападение но он успеет успевает раскрутиться в час уже прямо раскрутился на серьезке просто нельзя за дисплее получается thunder strike thunder strike остается висеть и он просто нажимает этот глимс после того как ну дэнди нажал роллап вот наверное поэтому нет там вроде как был нажат глимс после чего дэнди нажал роллап но его в страну глимсанула ну потом пересмотрим но мне кажется может отменил значит там тоже опять же там если системский кастом и без там короче просто нажимаешь на кнопку она простую ну а если торопился да допустим один раз нажал второй раз отменил бывает особенно если на пангальере не играл кстати кстати если не профессор то можешь ошибиться 11000 преимущество и первые три нетворца за шип и файр беллен при этом первые три нетворца с солидным преимуществом то есть мы видим что он спирита который в своей команде 3 у него 10 500 а первые данька это 8 700 тут разница в 2000 это очень немало андайн кто что там кстати ради купил до купил радик пытаться подфармливать все что успевают ставят тамбу для того чтобы это все фармить а что делать то вот то есть ты на андаинге как как вот просто против антимага противостоять против шторма это еще и прыгающие прыгающие такие герои ну короче выбрали наверное не самую лучшую до стратегию против шапифа и опять же шип кстати находит у нас артизи тамбу будет ее вырезать не надо разворачиваться и килить а в миде у нас ладина возвращают назад и нападение еще на стане банка так плите дальше обед минус я дальше когда котла давит у нас леканом думаю что добивать не будет не побежит одну а сзади ладина понятное дело тут сгрызли дуба к бешек сражаться не хочется абсолютно на то есть совсем нет никуда еще форма нажал думать что сейчас подерется с оппонентами на при принципе неплохо получается если бы здесь помощи еще чуть-чуть и под глиб кстати если что если бы ты а может быть дэнди стоило наконец-то раскрутиться первый раз за игру и напасть на героя у него 031 глимс не успевает зашел на хве уже дэнди ну тир 2 упадет 2 тир 2 упадет а где 2 там и третье хорошо вот смотри был глиф товар бил по всем плюс радик жёг по всем плюс деке попал по троим героям ну а если бы пангольер из кустов вот дата то есть из нижних кустов от тавара кастанул просто ну вот скажи мне вот я если бы пока столом пангольер из кустов у тролл и наконец-то закатал бы четырех героев которые нападают на анданга мне кажется был шанс камбэк а сейчас вот маленький такой маленький но был ну поглядим поглядим было было сейчас следующий такой шанс может на рожане появится замечаю открыто и этот вард вот который мимо сейчас проходит команда бэйт уже раз наверно пятый или шестой надеюсь к нему готовятся оппоненты и кто-то готовится знает дивард он ставит я я уже замечают ну тенденцию точно вардинга ну как суппорт и как коуч скажем тогда разбиратель игр уже просто знаешь глаз дергается когда вижу этот вард но не нанеси держись я понял себя контролирует прыгнул логин защитил вард но уже не к форме глимс на дровку дровка точно минус тролл дрова почти-почти успел котел подреганить еще у котла кстати поле локит 16 можно попробовать дровку я и в итоге минус андайн также томсто он конечно стоит но и с ним сейчас будем справляться минус дэнди лог вверх лишь один котл смог скрыться с места преступления отдел 1 300 не награй думают боже да что за команда попалась ну типа знаешь как фаблики типа ну я так потею ребятного чё дайте шанс но действительно в темпайте я просто в темпайте не вижу шансов не надо было как-то новую ну когда пятнадцать тысяч ты проект горишь уже да прям горишь а еще кстати на котла все-таки нападают сказал только что простоту стоманина и не помогла ему не помогли не меккани холи локи чтобы сейчас выжить от обеда обед конечно про шарит жестко 908 у него играет это не игра жизни потому что он играет против оппонента заведомо сладей себя 20000 на 25 99 на 1 говорит нам дата плюс плюс 42 процента на оформленных денег говорит нам просто дата довольно печально а дэнк у и нажали смоки и тут сразу же обед разревелил и на варде все и можно гримсануть любого представляешь да ты просто видишь картину и понимаешь что любого можно шок мимо обидно одезра второе под этими под барабанами с булл випом и у него москвит был 500 он просто раскатил нападают туда и сколько вытащили пытается вылететь так не работает любопытно что clockwork вроде летает но не вылетает из из вот этой клетки дизораптора пангольер вроде не летает и просто прыгается но перепрыгивает клетку дизораптора как это работает да но но служба калуз нельзя перепрыгнуть можно только по моему на тыс там по моему нельзя сдвинуться ну да видишь когда клок вернул взлетел и как бы все и плетел механика что надо а как же фиксили помнишь там но забирать на шапифа и рошана да тут нежданно негады на скобках ожидаемая кто шарт интересно заберет и как забрать наш арт чтобы еще один волчок кусал за бачок на каждой из линий и будет жестко прушится линии и сейчас ну то есть придется ошибаться придется ошибаться бейт скажем так так как у и стрелой можно на глимс запортить так смотри получилось у дэнди только что задолжить глимс спасибо дэнди значит видишь все таки я говорил не профессор а первый раз ошибся глимс задолжен ну забрали обеда не дай дабылки для обеда там батар сюда 200 золота пришел сюда победить еще немножко и клокверк хотя бы грудовать не сегодня без критов и все есть у команды шапифа это посмотрели у миранки меккас с арканами спорставом антим антима керри улика на букераса плюс шлем плюс барабаны у дизаптора боб да то есть ну лапнутые барабаны ну просто все есть у команды если посмотреть вот они рядом стакнутся у них все бабы почти которые нужны чтобы не говоря о том что у них еще двадцать семь тысяч случайного нет ворса до такого внезапного появится чайного на безорова сильным трудом верно я случайного обед обед про шире табица еги сам надо нападать не хочется хотел кого не хочется нападать ну на кого напасть чтобы точно его забрать тот я знаю какого этот герой на две буквы которые можно прописать чат на них ты нападешь и они все сработают так как ты хочешь как-то грустно условно но у дров нет это же бкб не поможет лекан бежит суть в том что все герои справа просто нереально хороши против и против дровки ну доньку до дров к этому так не неприятно а еще пангольер тоже в контрпеке шутик сделать залетают здесь по пангольеру панга покрутился так покрутился так раскрутился начинает действовать пангольер врезался правда я не знаю хотел ли он вниз или не хотел в любом случае да в итоге пытаются за стаманином погнаться минус стаманин за панга спрятался и улетел и джи джи стаманин пишет он не я больше не могу боже вот примерно так это звучало совершенно очень тяжелая карта для бэйт непонятное дело почему они пера не просто они себя драфтом уничтожают вот вот драфта мечтая пусть сыграют обычные свои вот схемы обычный там люб обычно и любой стратегии которые они играли пусть играть через правил без то 2 иранжовых суппортов которые помогают правил бесту и пусть дадут стоуни его самых лучших героев вот у него есть там урса есть цикк есть утикер ну короче у него есть герои на которых на милишниках когда которых он очень хорошо играет дайте шанс просто сыграть хотя бы свою доту не надо на победу ориентироваться надо хотя бы ориентироваться на хорошую игру то есть на командную в итоге даня 0 4 1 так то 0 4 1 на пангольере ласт пик которого против которого обычно банят шторма против которого хорош дизраптор и мы это прекрасно знаем все знаем все знаем я думаю зрители тоже это понимают и все равно пангольер ласт пик и когда я увидел ботикера я прям молился чтобы это не был пангольер я вспомнил что дэнди да там тренировался недавно на персонажей думаю но блатикер это только ради этого потому что блатикер 24 закрывает панг